Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова и сегодня я хочу вам показать свои покупки. Покупки в этот раз у меня есть кардинально разные. Есть как мега-мега бюджетные, так есть и люкс. Первое, что я вам покажу, было вот в такой коробочке. Это Sephora, насколько вы видите. И покупки, честно говоря, были небольшие в магазине Sephora. Это был мой первый заказ. Я никогда ранее ничего именно в онлайн-магазине Sephora не заказывала. Но было очень крутое проражение. Я попала на какую-то суперакцию, где мне дали, по-моему, 300 рублей скидки, плюс еще какой-то процент скидки. В общем, получилось так, что я рублей за 700 урвала их новую палетку, которая сейчас очень активно рекламируется. Плюс еще купила блеск и мне еще дали подарок. В общем, коробочка, как вы видите, небольшая, но довольно впечатляющая по составу. Давайте, конечно же, сначала начнем с того, что я, в принципе, изначально их заказывала. Это вот такая палетка. Посмотрите, вы наверняка ее все видели, потому что она сейчас очень активно рекламируется. И на YouTube я ее рекламу вижу, и в телевизоре. Поэтому я понимаю, что это новинка у Sephora. И, конечно же, мне очень хотелось ее попробовать. Вы знаете, по-моему, именно от бренда Sephora у меня есть только одна помада. Больше ничего я не пробовала. Но в последнее время этот бренд звучит все чаще и чаще. Поэтому, конечно же, мне тоже хотелось познакомиться с ним поближе. Давайте я сейчас достану эту палеточку. Она очень оригинально выглядит. Посмотрите, здесь вот такая вот резиночка. То есть сама палетка на резинке. Давайте ее сейчас откроем. Вот так она выглядит. И вот она, сама палетка. Посмотрите, какие оттенки. Это просто шикарные, на мой взгляд, оттенки. Очень-очень красивые. Я уже в макросъемке покажу вам свочи, потому что, честно говоря, насколько вам, наверное, даже видно, я еще свочи не делаю. Мне ужасно хочется залезть в них пальчиком. Ужасно хочется посмотреть, протестировать, как они наносятся, как они будут переноситься. Потому что цвета, оттенки, конечно, бесподобные. Я в последнее время вообще, в принципе, заметила. Не знаю, насколько четко камера передает. По-моему, она делает оттенки чуть более коричневыми, наверное. А у них все-таки вот у этих двух есть некая такая розовинка в тоне, как мне кажется. И я в последнее время заметила, что именно вот с таким розовым подтоном тени мне очень хорошо подходят. И пока мне с этими оттенками все хочется-хочется экспериментировать. У меня очень много нюдовых, коричневых оттенков. С роженой, с какой-то краснотой оттенки мне не нравятся, как смотрятся на мои глаза. А вот именно имеющие розовый подтон, что-то типа очень такого темного бордового, фиолетового. Вот эти оттенки мне безумно нравятся. Здесь, как вы видите, шесть оттенков. Получается, что три из них матовые и три из них шиммерные. Я бы не сказала, что они сатиновые, они именно шиммерные. Очень-очень красивые оттенки. На обратной стороне я вижу надпись Warm Brown Tones. То есть это гамма теплых коричневых оттенков, насколько я понимаю. И здесь шесть оттенков по одному практически грамм. И, конечно же, не могу не обратить ваше внимание на то, насколько интересна сама палетка. Выглядит, что она именно вот таким образом выходит из футляра, что есть вот такая замечательная резиночка. По-моему, это очень-очень оригинально, необычно. И прям, по-моему, сифора попала прям в точку со своими новинками. Шикарная палетка. Буду с огромным удовольствием ее пользоваться. И возьму ее в косметичку мая месяца. Следующий продукт, который я купила именно в сифоре, это был вот такой блеск для губ. Это у нас, сейчас я вам прочитаю, Rouge Velvet Brilliant Metal. Это получается с металлическим эффектом. Кремовая помада в оттеночке 22. Очень плохо видно. Да, названия нет. Оттеночек 22. Вот такой красивый оттенок. Посмотрите, какой он яркий. Посмотрите, как он ложится. Никаких проплешин нет. Все очень ровно. И очень приятная текстура. По крайней мере, пока по рукам, по коже, я чувствую именно так. Не знаю, как он будет смотреться на губках. Пока еще ее не использовала, не пробовала. Но на ручке она смотрится очень-очень красиво. Безумно рада. Я именно выбирала такой яркий цвет. У меня очень много, уже достаточно много всевозможных нюдовых оттенков, нюдовых помад. В абсолютно разных текстурах. И поэтому мне захотелось чего-то такого яркого. И получается, там было очень хорошее предложение. Очень выгодное предложение. Когда берешь два продукта от Сифары, то можно было воспользоваться предложением. Огромной-огромной скидочкой. И получается, мне та палеточка, которая по своей цене стоит 1000 рублей, плюс этот блеск, обошлись всего в 700 рублей. И на этом еще выгодные предложения мне закончились. Также я получила вот такой подарок от бренда Сифара. Это у нас тушь Size Up Mascara Make Everyday Big. Вот такая тушь. Давайте посмотрим, вот так она выглядит. Вот так, наверное, будет правильно ее вам показать. Здесь, конечно, она совсем маленькая. Здесь полтора грамма. Цвет ультра-черный. Давайте посмотрим кисточку. Так, очень интересная кисточка. Я такие кисточки люблю. Ну, она, по-моему, да, она, по-моему, силиконовая, насколько я вижу. В общем, не буду утверждать. Я как-то прямо, честно говоря, засомневалась. Не знаю, то ли она силиконовая, то ли она такой из натуральной щетинки. Но форма кисточки немного изогнутая. То есть это говорит о том, что она направлена на то, чтобы реснички немножко загибать, прокрашивая их. И я этот эффект очень люблю. Моя любимая тушь от Everline, она как раз-таки именно с таким эффектом. Поэтому я очень надеюсь, что эта тушь мне понравится. И, возможно, я потом уже прикуплю себе полноразмерную версию. Следующее, что я вам покажу, это уже вот в такой коробочке, как вы видите по названию. Это Clorance. И это моя вторая покупка от бренда Clorance. Первую покупочку я вам показывала. У меня там был, по-моему, кушон. Да, я покупала кушон. Очень хотела попробовать. В итоге, вы знаете, я так и не определилась с ним, насколько мне понравился, потому что он очень сильно жирнит мою кожу. Кожа после него прям такая блестящая, лосненая. Очень мне нравится этот эффект. В общем, пока я с ним еще экспериментирую. Не понимаю, насколько мне этот продукт подходит, либо нет. Но бренд мне этот очень-очень нравится. Поэтому я и сделала свой второй заказ. И давайте посмотрим, что же там внутри. Чем мне нравится бренд Clorance? Я думаю, это для кого не секрет, что очень хорошие подарки. Они вкладывают в каждый свой заказ. Поэтому выгодно даже делать самый маленький заказ. А тем более, если вы найдете какой-то промо-код, который вам даст бесплатную доставку, то это вообще супер выгодно получается вложение. Так, давайте открою коробочку. Все всегда очень хорошо упаковано. Вот таким образом открывается коробочка. Здесь все вот такие материалы. И внутри как раз-таки те продукты, которые я себе купила. Вернее, я себе купила продукт один, а все остальное мне пришло в подарок. Конечно же, давайте начнем с того, что я купила сама себе. У Clorance вышла вот такая новиночка. Это умывалка. Это у нас очищающий пенящийся мусс для любого типа кожи. Данное средство на основе органических экстрактов альпийских трав, выращенных на собственном участке Clorance. Мягко очищает, отшелушивает кожу, стимулирует клеточное обновление и продает коже свежесть и сияние. Это недавняя новинка от Clorance, я вам уже сказала. И, конечно же, прям видела по отзывам, что все-все ринутся ее пробовать. Мне тоже захотелось попробовать данный продукт. Я ее заказала. Эта умывалка, как вы видите, еще запакована. Я ее пока не пробовала. Очень-очень руки чесались ее уже открыть. Но пока видео не сняла, я, конечно же, просто ее не открывала. Потому что очень часто у меня бывает так, что если я продукт открываю, то у меня просто он уходит. И я забываю вообще, в принципе, его показать в своих покупках. Отзывы довольно положительные. На данный очищающий мусс. Но все-таки я хочу его протестировать самостоятельно. Потому что я знаю, что моя кожа неоднозначно реагирует на те или иные вещи. И может быть такое, что продукт, который нравится всем, мне вообще никак не подойдет. Либо совсем наоборот. Поэтому, скорее всего, я этот продукт тоже возьму себе на майский уход. Посмотрю, поиспользую, попробую. Потому что откладывать не вижу смысла. Очень хочется его попробовать. Объемчик здесь, как вы видите, небольшой. Стоил он, по-моему, около 600 рублей. Здесь, давайте посмотрим, какой объем. Я не вижу. Объем здесь 50 мл. Но это мусс. То есть, я так понимаю, из этого средства должен выделяться именно мусс. Либо какая-то текстура в виде пенки. То есть, я думаю, он должен быть намного экономнее. Потому что, по большому счету, 50 мл. Это не так много. И если его в таком натуральном виде используют, то, я думаю, он очень быстро уйдет. Но все-таки у меня подозрение есть. Я не пробовала, еще раз говорю. Но подозрение есть, что это будет выходить в виде мусса. Как заявлено, либо в виде пенки. Тогда это средство уже будет намного экономнее использоваться. В любом случае, попробуем. Потом поделюсь с вами своим мнением. Иду и смотрим, какие подарки. В этот раз Клоранс положил мне первая такая миниатюрка. Это у нас... Обратилась к записям. То есть, вместе с заказом пришла вот такая брошюрка. И тут как бы накладная. Плюс еще возвратная какая-то накладная на всякий случай. И все-таки без нее я никак не смогу. Потому что здесь никаких надписей на русском языке нет. И, насколько я понимаю, это очищающее масло для любого типа кожи. Да, совершенно верно. Здесь 10 мл. Насколько я понимаю, это тоже новинка. И посмотрите, какая бутылочка. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот как можно вообще такие вещи не любить. Я просто обожаю всевозможные маленькие баночки. У меня очень много подобных миниатюр. Я сейчас собираюсь снять видео именно о миниатюрах. Разобрать как раз-таки вместе с вами. Посмотреть, что уже пора использовать. У меня прям рука, честно говоря, не поднимается. Я их все храню, коплю. И у меня их уже очень-очень много. Это очищающее получается масло. Я так понимаю, это что-то среднее, наверное, между гидрофильным маслом и очищающим средством. По крайней мере, мне пока так кажется. Посмотрим в любом случае применение. Так. И сразу скажу по срокам годности, чтобы не было подозрений в сторону Clorans, что они, миниатюры, что-то кладут такое с исходящим сроком годности у данного масла. Срок годности до 1 августа 2023 года. То есть, это получается 2,5 год. Еще данному маслечку можно спокойно сидеть в моих запасах. Так. Идем с вами дальше. Следующее средство. Это у нас очищающий тоник для комбинированной и жирной кожи. Так. Кожа 1,5 миллилитров. Давайте посмотрим. Откроем. Да. Такая же миллиардерная баночка. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая баночка. 10 миллилитров. Довольно хороший объем, по большому счету. Это точно не на раз или не на два. Я думаю, неделю как минимум. Да. Возможно, даже 10 дней использования здесь в наличии у вас будет. И вы за это время как раз-таки сможете точно на 100% для себя понять, насколько вам данный продукт подошел, насколько он вам понравился. И хотите ли вы приобрести полноразмерную версию, либо нет. Этим мне как раз и нравятся миниатюры. Именно отличие миниатюр от всевозможных тестеров и пробников. Потому что по тестерам, по пробничкам, да, за 1-2 применения обычно очень тяжело понять, насколько вам продукт понравился. Хотите ли вы его приобретать в полноразмерной версии, либо нет. Когда вы уже настолько плотно познакомитесь с новым продуктом, то я думаю, здесь уже сомнений у вас после использования не останется. Так. Ну и третья малышка. Это у нас база под макияж, устраняющая следы усталости. Сос Праймер. Я, кстати, очень много слышала про этот Сос Праймер. То есть я его заказала, конечно же, специально. У меня была возможность выбрать все миниатюры, которые мне придут в подарок. И это у нас новый первый оттенок роз. Вот таким образом выглядит сама. Посмотрите, малышка. Очень светло, да, отсвечивает. Вот такое покажу. Здесь по объемчику получается, сейчас я вам скажу, 5 мл. Но опять-таки я считаю, что для Праймера это очень хороший объем, потому что обычно Праймер у меня в объеме 30-50 мл. 5 мл это тоже Праймер, ну, которого минимум, мне кажется, на 2 недели хватит. Очень хороший продукт. Как я уже сказала, очень много про него слышала. Мне, конечно же, прежде чем покупать полноразмерную версию, мне хотелось попробовать его именно полноценно, распробовать, посмотреть, как на него ложатся текстуры. Причем разные тональные текстуры. И потом уже сделать выводы, насколько этот продукт мне нужен. Так, следующее, что я вам покажу, это были супер-супер бюджетные покупки. Я заходила в магазин Лента и наткнулась на вот такой шампунь. Очень дешевый, он стоил 48 рублей. Кстати, цены я буду подписывать, наверное, чеки. Надеюсь, я все сохранила и найду. И цены вам, конечно же, буду подписывать. И еще раз повторюсь, этот шампунь стоил 48 рублей. Таких цен вообще на продукты, тем более в объеме 500 мл, я еще не видела. Объем здесь, как вы поняли, 500 мл. Это очень большой объем для шампуня, в принципе. И давайте посмотрим по производителю, наверное, кто это производит. Производитель Ренессанс Косметик, Россия, Алтайский край, Барнаул. Срок годности 18 месяцев. И давайте посмотрим, что это за шампунь. Это бренд, я так понимаю, Лароса. Природная сила здоровых волос. Шампунь для волос, нуждающийся в питании. Бионатуральные компоненты 100%. И вот здесь заявлено, что это кефир. То есть кефирная какая-то составляющая есть именно в составе. Состав, честно говоря, разбирать не буду, потому что я не разбираюсь. СЛС я вижу, есть. Сывода на том месте СЛС. Ну, а дальше читать не буду. В принципе, это обычный шампунь. Вы знаете, я один раз им воспользовался. Мне понравился. Я вот взяла этот шампунь чисто из любопытства, из интереса. Потому что мне очень хотелось протестировать, насколько может продукт в таком объеме 500 мл за такую смешную цену, насколько он будет работать. Вы знаете, он мне понравился. Я не скажу, что я от него прям в восторге, в диком. Я пока еще, честно говоря, не поняла. Я воспользовалась им всего один раз. Но никаких негативных воздействий на свои волосы я точно от него не заметила. Я, конечно же, буду его тестировать, буду пробовать его дальше. И если мне действительно понравится, то это будет, наверное, просто мое открытие года. Если действительно он будет, то очень хорошо волосы мылить. Для меня это важный момент. То есть я именно таким образом понимаю, что у меня волосы очищены. Не могу массировать волосы во время мытья, если на них совсем нет пены. Для меня это очень важный момент. И, конечно, по шампуням я понимаю, что натуральные все составляющие в шампунях и вообще органические шампуни, от них очень мало пены. И именно поэтому они мне не нравятся. Именно поэтому, мне кажется, они не справляются с уходом именно за моими волосами. Мои волосы нуждаются в питании, в увлажнении. Они довольно ослаблены, они довольно жесткие. Возможно, какие уже сильно поврежденные. И поэтому органический шампунь точно не для меня. В данном случае, хоть я заявлено, что натуральные компоненты. Я, конечно же, понимаю, что натуральные компоненты, возможно, в составе есть. Но где-то там, может быть, на последних рядах, на последних местах. Но в любом случае, мне очень интересно именно провести эксперимент, попробовать данный шампунь. И, конечно же, обязательно потом вам о нем расскажу полностью свое мнение и в пустых баночках. И вообще, в принципе, возьму также на уход его на моем месяце для того, чтобы полноценно, полноценно его протестировать. Ну и, конечно, к данному шампуне я взяла ему в пару еще и маску, которую я также нашла в магазине Лента. Масочка, как вы понимаете, тоже из этой серии. Кстати, там была еще одна серия. Именно примерно в таком виде она, по-моему, была репейная, на укрепление волос направлено. Но я взяла именно кефир, но решила начать с нее. Посмотрим обязательно, если понравится. Если не будет негативных реакций, то обязательно возьму и вторую тоже парочку. И это бальзам маска для волос, нуждающихся в питании, защите питания, ослепительно блеск волос. Здесь объемчик также в 500 мл. Очень большая баночка, посмотрите. Я тоже уже один раз воспользовалась. Опять-таки, я не скажу, что я в диком восторге, не буду я обманывать и говорить, что она прям потрясающая по своему воздействию. Она вот такая, как сметанка выглядит. Очень сильно отсвечит, поэтому постараюсь вам все-таки показать. Но я не скажу, что от нее совсем не было никакого эффекта. Она напитала волосы, увлажнила волосы. Возможно, не так, наверное, как мне бы хотелось, именно прям в идеале. Но все-таки, мне кажется, как бальзам она все-таки справилась с своей задачей. Аромат у данной линейки, здесь, такой довольно посредственный. Ни в коем случае кефиром здесь вообще никак не пахнет. Просто какой-то косметический продукт, именно уходовый косметический продукт. Ну, знаете, наверное, какой-то стандартный шампунь, мне кажется. По крайней мере, по аромату вот именно такие ощущения. В общем, вот такая находка. 48 рублей шампунь, 48 рублей маска. Обязательно с вами потом поделюсь своим мнением. Я думаю, что меня данные продукты не разочаруют. По крайней мере, мне очень в это хочется верить. Ну, и еще одна очень-очень бюджетная покупка. Это вот такой шампунь, сухой шампунь от Фрелия. Фрелия очень такой широко распространенный, как мне кажется, бренд именно в ленте. Причем я до этого нигде не встречала вообще данную линейку. Сейчас давайте посмотрим. Да, это изготовлено по заказу ООО Лента. У меня как раз-таки и были подозрения, что это продукт именно как собственная торговая марка у ленты идет. Я в ленте не часто покупатель, поэтому, возможно, вы все это уже знаете. А я, честно говоря, с этим сталкиваюсь впервые. И вот сейчас поняла, что вот этот бренд, сама линейка Фрелия, это получается именно линейка ленты. И, в общем, ну не буду зачитывать. Это сухой шампунь. Он стоил 94 рубля. Очень бюджетный для сухого шампуня, как вы понимаете. И я очень хочу его попробовать. Я очень сильно надеюсь, что он на меня произведет впечатление. Было бы очень приятно, если бы шампунь, сухой шампунь за такую стоимость хорошо сработал. И это было бы тоже, опять-таки, для меня находкой. Ну что, на этом мои покупки подошли к концу. Безумно рада, что я наконец-то это видео сняла. Что я с вами поделилась. Я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Если вы что-то пробовали из тех продуктов, которые я вам показала, то, конечно же, пишите в комментариях. Будет очень приятно услышать ваше мнение. Возможно, какие-то ваши способы использования тех или иных средств. Будет очень интересно прочитать. И не забывайте поддерживать меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.